Всем добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами я, их ведущий Антон Скаль. Вот главные темы этого дня. Из Барнаула в Рубцовск теперь с комфортом. Новые пассажирские вагоны в составе поезда «Просторы Алтая» запустили в регионе. Какие удобства ждут пассажиров? Тело ребенка в пластиковом пакете найдено в Бийском подъезде. Состояла ли семья погибшего на учете? Новые подробности громкого дела через несколько минут. Масштабные народные гуляния и подведение итогов кинофестиваля в селе Срустки прошло закрытие шукшинских дней на Алтае. Четыре новых пассажирских вагона в составе поезда «Просторы Алтая» начали курсировать по направлению Барнаул-Рубцовск. На их приобретение из краевого бюджета направили больше 240 миллионов рублей. В церемонии запуска подвижного состава принял участие губернатор Виктор Томенко. Все подробности в материале моего коллеги Глеба Полянского. Срок службы новых вагонов, изготовленных из прочной стали, не менее 40 лет. Они собраны на Тверском вагоностроительном заводе, оснащены удобными креслами, кондиционерами, точками доступа Wi-Fi, системами видеонаблюдения и пожаротушения. Виктор Томенко остался доволен уровнем сервиса. Мы себе примерно представляем, как по стране устроено сам процесс пассажирских перевозок во многих субъектах нашей страны и Сибири. И можно сказать, что это сегодня самый передовой, самый высший уровень. Власти намерены продолжать практику субсидирования выпадающих доходов компании «Алтай-Пригород», отметил глава региона. Это позволит сохранить приемлемый уровень тарифов и льготы для ветеранов, инвалидов, студентов и других категорий граждан. Ежегодно на эти цели из краевого бюджета выделяют около 300 миллионов рублей. В полугодии уже состоялось более 140 миллионов рублей субсидии компании «Алтай-Пригород» получено. И мы будем, конечно, продолжать это направление. Нельзя сегодня, нет никаких оснований, и задача не такой – переложить всю нагрузку на плечи наших пассажиров. Компания РЖД в сотрудничестве с краевыми властями намерена и в дальнейшем развивать железнодорожную инфраструктуру. Так уже в ближайшие годы большая реконструкция ждет здания железнодорожных вокзалов в Барнауле и на станции Тигун. Этот год на территории Алтайского края нами запланировано инвестирование около 3 миллиардов рублей. Это и обновление инфраструктуры, это развитие крупнейшей в Алтае станции Алтайская. Это, конечно же, проектирование этого вокзального комплекса. Пригородный железнодорожный транспорт остается востребованным у жителей Алтайского края. Только за первое полугодие его услугами воспользовались более 4,5 миллионов человек. И сегодня в новых вагонах поезда «Просторы Алтая» практически не было свободных мест. Превосходно. Давно пора было бы таких. Очень довольные, удобные. Даже не ожидала такого. Спасибо, что так можно ехать хорошо. Жители и гости Алтайского края сейчас могут воспользоваться услугами трех скорых пригородных поездов. Это «Просторы Алтая», следующий до Рубцовска, «Калина Красная» и «Восток» сообщением «Барнаулбейск». В ближайшие годы не исключено появление новых направлений. Все это призвано удовлетворить постоянно растущий спрос на пригородные перевозки. Глеб Полянский, Анатолий Фукс. Новости. 19 новых лифтов установили в Заринске по краевой программе капремонта. Представители регионального оператора оценили качество нового оборудования в доме номер 21 по проспекту строителей. Этой многоэтажке по проспекту строителей 21 уже 30 лет. За это время лифты ни разу не менялись, говорит житель дома Валентина Эйзбих. Признается, они начали выходить из строя, а в последние годы и вовсе стало страшно ездить. Ясно, что останавливался часто. Ремонтировали. У нас молодцы лифтеры, они быстро по вызову приходят, очень быстро. Канаты меняли, струбы меняли. По краевой программе капремонта в этом доме регоператор поставил новый лифт. Всего же в Заринске за этот год установили 19 лифтов. Работы обошлись в 40 миллионов рублей. В этом году план капитального ремонта по Заринску выполнен 100%. В него были включены 5 многоквартирных домов, в которых планировалась замена лифтового оборудования. Новый лифт отличается своей энергоэффективностью. Для слабовидящих в кабине есть подписи шерифта Мбрайля. Кнопки с антивандальным покрытием. Их практически невозможно испортить. Во-первых, беленький, красивый, заходишь в него, прям нежность сама. И вот это зеркало огромное, даже если дома там где-то немножко не так прибарахлился, ну вот оно сразу все видно, где какие изъяны на тебе. Теперь Валентина Рейсбех с уверенностью входит в новый лифт. По всему краю в этом году по программе капремонта регоператор установил 100 лифтов в 7 муниципалитетах. Анна Муратова, Денис Кузьменко, новости. Дыры в стенах и обвалившаяся штукатурка без капремонта 20 лет. Состояние одного из барнаульских детских садов посмутило барнаульцев. Планируют ли обновлять дошкольное учреждение, узнаете далее. Без ужаса и не взглянешь. Еще в мае говорили родители про внешний вид детского сада «Теремок». Здание со сказочным названием скорее напоминало заброшенный склад. Осыпалась штукатурка, обваливалось крыльцо, образовались дыры в стенах. Казалось бы, сейчас мало что поменялось, но теперь эта мера вынужденная. Отжившую свою штукатурку сдирают намеренно, чтобы положить новую. Сейчас исправляем, доделываем косметический ремонт. Как видно, уже цоколь 60% отремонтирована. Родители сейчас принимают активную, тоже по позиции такой помощи оказывают нам. И приходят, и помогают физической силой. В теремке заменят крышу, часть окон, территорию заасфальтируют, сделают ограждение. На это из краевого бюджета выделят 3 миллиона рублей. Осталось доштукатурить левое крыло фасада и покрасить его. Длительность ремонта заключается в том, что покрасочные мероприятия нельзя производить, когда в детском саду находятся дети. И поэтому работы несколько затянулись и осуществляются в вечерние, либо в выходные дни. Уже через две недели 38 детей войдут в новый теремок. В отремонтированные барнаульские детские садики смогут пойти еще около 500 детей. В краевой столице переоборудуют три дошкольных учреждения, а еще в четырех ведется капитальный ремонт. Анастасия Борисова, Алексей Шаульский. Новости. Семья 11-месячного ребенка, тело которого обнаружили в Бийском подъезде, не состояла на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних как социально опасная. Об этом нашему телеканалу рассказала временно исполняющая обязанности уполномоченного по правам ребенка Ольга Казанцева. По поручению губернатора Виктора Томенко она подключилась к изучению обстоятельств гибели малыша. Напомним, тело 11-месячной девочки обнаружили накануне. Оно было завернуто в полиэтиленовый мешок. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Следователи установили, что предварительной причиной смерти девочки стала сокрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время следственные органы собирают полный характеризующий материал в отношении родителей по месту жительства. В ходе следствия будут установлены благополучные, они были неблагополучные. И будет дана юридическая оценка. В социальных службах факт детского семейного неблагополучия выявлен не был. Сегодня в течение дня буду изучать первичную документацию социальных служб. Из каждого случая трагедии с детьми должны быть сделаны организационные и кадровые выводы. Сейчас мать погибшего ребенка Екатерина Шишкова 1993 года рождения объявлена в розыск. Следователи просят у жителя региона помочь в ее поиске. Приметы женщины на вид 27-30 лет, рост 170 см среднего телосложения, волосы темные средней длины. Была одета в кофту голубого цвета, темно-синие джинсы с порезами, синие кроссовки. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите по телефону 02. Продолжаем выпуск. Больше сотни случаев заражения вирусом гепатита ежегодно фиксируются в нашем регионе, говорят инфекционисты. При этом последние три года заболеваемость постепенно идет на спад. Во многом благодаря активной профилактике. Подробнее Елизавета Конева. Вздутие живота, боль в боку, слабость, температура и желтый цвет кожи. Эти симптомы у Андрея впервые появились ровно 16 лет назад. Он носитель хронической формы гепатита С, воспаления печени. А виной всему алкогольная зависимость и нездоровый образ жизни. Я пожелтил, пошел к доктору, терапевту, анализ издал, отправили меня сюда. Положили. Пошел, прошел, потом курс лечения, выписали. Мне сказали, что поддерживать будем организм. Он же не вылечивается так-то, по идее. У меня хронический тоже был. Поддерживать организм, не пить, диету соблюдать. Сейчас Андрей женат. Вторую половинку встретил уже после того, как узнал о диагнозе. Вскоре появился здоровый ребенок. Каждые полгода проходит лечение в стационаре. Его хроническая форма заболеваний наиболее распространенная. Дело в том, что чаще всего пациенты не подразумевают, что являются носителями опасного вируса. И так же, как наш герой, поздно обращаются в больницу. Но, по словам инфекционистов, в крае за последнее время болеют гепатитом все реже. По сравнению с прошлым годом меньше на 35%. Причин вот такого положительного воздвига за последнее время несколько. Одна из них – это в том числе проводимая практически тотальная иммунизация против гепатита В. В плановом порядке, начиная с детского возраста. По словам медиков, то, что достигла медицина за последние три года – далеко не конечный результат. Случаи заболеваемости все равно есть, и их немало. Только через инфекционное отделение Барнаульской больницы номер 5 ежегодно проходит более 300 человек. Мы занимаемся лечением стационарным, то есть, когда есть необходимость именно в госпитализации и в лечении именно в условиях стационара. То есть, чаще всего, конечно, к нам поступают пациенты диагностические, которые еще, в принципе, не обследованы. В этой лаборатории проводят экспресс-анализ на все формы гепатита. Их, кстати, 5А, Б, С, Д и Е. Все они приводят к развитию болезни печени, циррозу и даже раку. Наиболее распространенные пути заражения – половой и через кровь. И если раньше носителями вируса были наркозависимые, то сегодня даже самый, казалось бы, здоровый человек находится в группе риска. Опасность может постерегать в неожиданных местах – в кабинете стоматолога, у тату-мастера или в салоне красоты. Будьте внимательны и следите за стерильностью инструментов. Елизавета Конева, Алексей Шаульский. Новости. Масштабные народные гуляния и подведение итогов кинофестиваля в селе Сруске прошло закрытие шукшинских дней на Алтае. Собралось больше 15 тысяч человек. Как прощались с шукшинскими чтениями, расскажет моя коллега Екатерина Воркентин. Какая она, русская душа. Та самая, какую в своих книгах и фильмах воспевал наш земляк Василий Шукшин. В этом году понять это на его родину, в село Сруске, на закрытие шукшинского фестиваля приехали больше 15 тысяч человек. В том числе и почетные гости. Актеры Алиса Гребенщикова, Анна Чурина, Олег Токтаров, режиссер Алексей Петрухин, президент кинофестиваля Виктор Мерешко. Что касается сросток, тут особые люди, особая энергетика, тут особая память о Василии Макаровичу шукшине. Нигде в России, я думаю, так не берегут и так не гордятся своим земляком, как в сростках Василия Макаровича. Мы с ним похожи, так получилось, что, собственно, открываю его и открываю себя. Вот и все. Это народный праздник, он не придуман никем, он уже стал просто праздником народа. У меня был день рождения, как раз день открытия фестиваля, и с тех пор меня каждый день поздравляли. Я смеюсь, меня поздравил весь Алта из него рождения, а мои друзья мне сказали, Аня, ты знаешь, это очень хорошее место, чтобы праздновать день рождения, загадывать здесь желания, что все обязательно сбудется. С самого утра до позднего вечера здесь яблоку негде упасть. Песни, пляски, мастер-классы по русской культуре и ремесленничеству. И каждого встречают, как дорогого гостя. Мы встречаем гостей русской бани, нашей русской традиции. Парим их духмянными, душистыми, березами, вениками. Желаем им всем здоровья, поднимаем им позитивное настроение и вообще делаем праздник. Гости праздника, в их числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко, не только гуляют по селу, но и по традиции посещают библиотеку и мемориальный музей Шукшина. В этом году здесь развернулась реконструкция, посвященная произведению «Они сражались за родину». Непосредственное участие принял наш с вами великий земляк Василий Макарович Шукшин. Сыграл одну из главных ролей бронебойщика Лопахина знаменитого. Поэтому мы разбили сегодня такой вот лагерь, с помощью которого мы можем перенестись с событием 1942 года на реку Дон. Здесь можно не только примерить на себе роль военного или санитара, но и отведать полевую кухню, наваристую русскую кашу. Так пахнет вкусно вообще, молодец просто. Если в музее можно увидеть рукописи Шукшина, то на улице послушать отрывки из произведений, которые читают участники регионального фестиваля сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры». Он проходит в сростках уже в четвертый раз. И в этом году читали Шукшина не только жители Алтайского края, но и Кемеровской области, Самары и Ханты-Мансийска. Те, кто сюда приезжают, они как-то по-особенному ощущают, что такое Шукшин, что это вот что-то очень важное о сегодняшнем дне, очень важное о человеке и очень важное о том, что в человеке должна быть совесть. В этом году фестиваль проходит в 43-й раз. И каждый год число гостей только увеличивается. Ведь неповторимая шукшинская атмосфера здесь буквально во всем. Мы приезжаем сюда второй год подряд. Это точно очень нравится. Если ты сам из деревни, то душа все равно остается в деревне. Поэтому вот этот вот дух и душа, она тебя зовет. По-моему, сверх даже. Зашкаливает наше впечатление. Пришли с пикеты, торопимся туда. Побыли в музее, в библиотеке. Сплясали, спели с фольклором, посмотрели конкурсные программы. Нам очень хорошо. Закрыли фестиваль по традиции на горе Пикет, рядом с памятником Шукшину. На ней подвели итоги 21-го кинофестиваля «Нравственность есть правда». Главный приз получила картина «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой из республики Саха. Лучшей короткометражкой жюри признала режиссерскую работу Михаила Кулунакова «Изгородь». Спецприз губернатора Алтайского края достался картине «Последнее испытание» режиссера Алексея Петрухина. Литературную премию получил писатель из Ангарска Игорь Корниенко. Завершился праздник души концертом певицы Марины Девятовой. Екатерина Варкентин, Денис Кузьменко. Новости. А сейчас о спорте. 120 минут футбола. Барнаульские «Динамовцы» открыли новый спортивный сезон кубковой встречи против футбольного клуба «Новосибирск». Кто победил в противостоянии соперников, знает наш спортивный обозреватель Дмитрий Гладких. В Барнауле матч между командами ждали с нетерпением. Было заметно, что в этот воскресный день любители футбола побросали все свои дела и пришли на стадион целыми семьями. Болельщикам хотелось увидеть обновленное «Динамо» и посмотреть на новый коллектив Игоря Чугайнова. Команду «Новосибирск», ставящую цель возвращения в ФНЛ уже на следующий сезон. Совсем недавно оба коллектива встречались в краевой столице в контрольном матче. Тогда успех праздновали хозяева поля, победившие 2-0. Товарищеские игры товарищескими, а кубок – это официальные соревнования, в которых у соперников нет права на ошибку. Проиграл, закончил выступление в этом турнире. Я всю неделю говорил людям, я говорю, еще раз говорю, нам просто так никто ничего не отдаст. Наоборот, когда команда является хорошим раздражителем, всегда соперник, наоборот, более мотивированный. Вот в этом компоненте нельзя уступить. Ну, опять-то, говорить-то одно, а как через себя человек пропускает, наверное, это все-таки вопросы тоже к человеку. Встреча началась с территориальным преимуществом новосибирцев. Команда Игоря Чугайнова контролировала центр поля. Чаще владела мячом и старалась создавать моменты для взятия ворот. Правда, особой работы у Богдана Корюкина не было, хоть и приходилось в ряде эпизодов демонстрировать свое мастерство. Барнаульцы пытались ловить гостей на контратаках. Как всегда, активно действовал Владимир Завьялов. Хорошее впечатление своей игрой оставил Антон Петухов. Основные события в матче развивались в дополнительное время. На 92-й минуте вышедший на замену Денис Дорожкин подкараулил отскок и вывел Новосибирск вперед. 1-0. Восстановить статус-кво барнаульцам удалось на 105-й минуте. Владимир Завьялова сбили в штрафной площади. Сергей Нестеренко реализовал пенальти. 1-1. Точку во встрече поставил молодой Игорь Абрамов, отправивший мяч точно в угол ворот соперника на последней минуте второго дополнительного отрезка игры. 2-1. Валевая победа «Динамо». Нельзя поддаваться спорте таким ощущением, что все понятно. Если скажу, что там был уверен, что отыграем, все будут слукавлю, конечно. Но, во всяком случае, стали делать сразу перестояние. Бросать в пистезерзер, который у нас оставался. И спасибо ребятам, как бы Игорь Абрамов, на мой взгляд, забили шедевральный гол. После этой победы барнаульцы прошли в следующую стадию. 1-64 Кубка России. Соперником нашей команды станет Томский Иртыш. Эта игра пройдет для наших футболистов на выезде в начале августа. Дмитрий Гладких, Михаил Лифуншан. Новости. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и отличных новостей. Ну, а мы с вами увидимся уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok